Телевидение Организации Объединенных Наций представляет. ООН в действии. Подходя к булочной, я увидела мужчину, который подозрительно на меня смотрел. Когда 13-летняя Катьяна проходила мимо, он схватил ее. Я стала кричать. Одной рукой он стал меня душить, другой зажимал рот. Он повалил меня на землю и велел снять трусики. Девочка продолжала сопротивляться и ей удалось освободиться от нападавшего. Катьяне, в отличие от многих, повезло. В Гаите на протяжении десятилетий насилие над женщинами и девочками было обычным явлением. Ситуация только ухудшилась после того, как в январе 2010 года на острове произошло разрушительное землетрясение, беспрецедентное по масштабам и последствиям. Катя Монгонес, представитель Фонда ООН для развития в интересах женщин в Гаите. Известно, что стихийные бедствия сопровождаются нарушением жизненного уклада, массовыми перемещениями людей, ухудшением обстановки в плане безопасности, приводят к тому, что женщины и девочки становятся еще более беззащитными перед насилием во всех его проявлениях. Фонд ООН поддерживает местные организации, которые направляют в лагеря для перемещенных лиц команды, информирующие женщин об опасности. Эти организации также требуют увеличения числа полицейских патрулей для их защиты и объясняют пострадавшим их права. Увы, жестокость по отношению к женщинам проявляется не только в обстановке хаоса после стихийных бедствий. Во всем мире три четверти женщин и девочек хотя бы раз в жизни подвергаются побоям, изнасилованию или издевательствам. Во многих случаях виновниками насилия являются мужья или партнеры. Марию Амалию Реес муж избивал на протяжении многих лет, часто прямо на глазах у маленьких детей. Он напивался, начинал меня бить, засовывал мне в рот дуло пистолета и говорил, что если я закричу, мои мозги разлетятся по стене. По некоторым данным, в Гондурасе каждые 20 минут женщина гибнет от рук своего партнера. Насилие вообще и физическое, и сексуальное оказывает крайне разрушительное воздействие на все стороны жизни женщины. Одно из самых серьезных последствий изнасилования в том, что женщина теряет способность обеспечивать себя и своих детей. Жермен Ширигири работает в организации, которая помогает женщинам в Демократической Республике Конго, подвергшемся изнасилованию. В этой стране за последние 10 лет такое произошло с сотнями тысяч женщин. После изнасилования они уже не могут ходить на работу в поле или на рынок, откуда раньше приносили продукты. Если женщина, пережившая насилие, не может обеспечить семью, это негативно сказывается на экономике всей страны, рассказывает представитель фонда ООН Мария Хосе Алкала. Насилие лишает женщин возможности участвовать в экономической жизни страны. Это сказывается на образовании девочек, на женском здоровье, на ситуации с ВИЧ-спидом. Чтобы бороться с насилием, необходимо участие политических лидеров. Правительство должно покончить с безнаказанностью. Нужно восстановить законность. Нужно сделать так, чтобы действовал закон и чтобы насилие в обществе стало недопустимым. Кроме того, необходимы образовательные программы, чтобы изменить отношение общества к насилию. Нужно вкладывать средства в разработку образовательных программ для женщин и девочек, для мальчиков и мужчин всех возрастов. Все должны понимать, что насилие по отношению к женщинам неприемлемо. Все вместе мы можем положить ему конец. И только в результате таких совместных усилий женщины и девочки смогут полностью посвятить себя улучшению своей собственной жизни и жизни тех, кто их окружает. Репортаж подготовили Джил Фиклинг и Ли Дивайн для Организации Объединенных Наций. Репортаж подготовили Джил Фиклинг и Ли Дивайн для Организации Объединенных Наций. Продолжение следует...